Ремонт в детских садах и школах нужно делать как у себя дома, только еще лучше. Такого мнения придерживается депутат Мособолдумы Ирина Слуцкая. В ходе рабочего визита в Звездный городок парламентарий проверила, как продвигается ремонт в местных учреждениях образования, школе и детском садике. Там реализуются средства, выделенные из депутатского фонда на замену оконных блоков. До 6 августа они должны установить окна сейчас в процессе изготовления в городе Курилово. В детском саду они уже работают, а у нас они чуть-чуть уже. Выделены были средства на замену пластиковых окон в школе и в детском саду. В школе конкурс отыграли, в ближайшее время уже выходят на работу. Школа только готовится к ремонту, а в детском саду работы уже отчасти завершены. Ирина Слуцкая внимательно проверила, насколько качественно проведена замена оконных блоков. Отметила несколько недостатков, которые подрядчику было поручено устранить в кратчайшие сроки. Штаб уже открыли. Вверх. Как это? Глазонет у нас есть. Переделать, пожалуйста. Есть некоторые замечания по качеству работы. Все сказали. Надеемся, что эти нюансы будут исправлены и окна будут в ненадлежащем состоянии. В ходе рабочего визита в «Звездный городок» Ирина Слуцкая также провела встречу с населением, представителями различных общественных организаций. Совместно с секретарем Щелковского отделения партии «Единая Россия» Надеждой Суровцевой, депутат Мособлдума, ответила на вопросы, интересовавшие жителей. Не так давно местное отделение партии было присоединено к Щелковскому. Мы, во-первых, увидели основные проблемы, наметили пути их, не то, что пути их решения, а пути партийной помощи для решения проблем «Звездного городка». Я думаю, что местное отделение, здесь не местное отделение, а первичное отделение здесь будет работать. Сегодня здесь была встреча с населением, обсудили особо важные и острые вопросы, наметили план работы, будем стараться выполнить те наказы, которые нам приносят наши избиратели. На приеме обсудили проблемы земельно-имущественных отношений, качество работы управляющих компаний, а также вопросы лекарственного обеспечения. Затронули и тему развития Щелковского историко-краеведческого музея. В нем Оксана Попович, дочь знаменитой летчицы, предложила организовать экспозицию, посвященную жизненному пути и достижениям Марины Лаврентьевны Попович. Александр Гранич, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково». Продолжение следует...